Начнем мы обзор вещей, которые могли появиться только в нашей стране с гречневой каши. Благодаря корню греч можно, конечно, заподозрить не греческую шпионку, но появилась, может быть, каша и не у нас, но стала она практически нашим национальным блюдом. За границей гречка существует, но в основном продается она в магазинах здоровой пищи, и без слез на нее не взглянешь. Зеленая, не прожаренная и с весьма странным вкусом. Вот мы решили спросить у иностранца, есть ли у них гречневая каша, пробовал ли он, и как вообще к этому относятся. Мы поговорим с Гэри, он уже несколько месяцев живет в Приднестровье. Здравствуйте, Гэри. Здравствуйте. Итак, это гречка. Это наша каша, которую обычно едят на завтрак. Может, попробуйте? Для англичан маловато специй или еще чего-нибудь для вкуса. Довольно постное и немного соленое. У нас есть нечто похожее, кускус, крупа, которую мы добавляем в салат. И если это кускус, который очень похож на это, он должен быть острым, с большим количеством специй. Ну, вообще, мы едим обычно гречку с мясом или соусами, а еще это распространенный офисный обед. И знаете, это мой сегодняшний обед, я его, пожалуй, заберу. Еще один сугубо наш продукт – жареные семечки подсолнечника. В Россию завезли их всего лишь 200 лет назад, но за это время поедание семян стало у нас просто какой-то традицией семейной. Но за границей ими разве что хомячков кормят. Вот мы узнаем сейчас, как относится к этому Гэри. Гэри, вы знаете, что это? Да, это семена подсолнечника. Первый опыт у меня был. В общем, людям было довольно забавно наблюдать за тем, как я их ел впервые. А вы знаете, как правильно их есть? Берем и раскусываем. Да, когда я первый раз их ел, я ел их неочищенными. Потому что в Англии я не видел неочищенных семян. Мы покупаем их уже очищенными. Кроме того, в Англии мы добавляем их в салат. Свежие листья салата с семечками. Как вы телевизор без семечек смотрите? Мы обычно смотрим телевизор и едим семечки. Ну, картофельные чипсы и попкорн. Понимаете, тут надо проделать много сложной работы, чтобы получить что-то такое маленькое. Но вкусно же. Да, но фисташки или арахис не менее вкусны, а возиться меньше. Пузырек с загадочной зеленой жидкостью. Мы лечим им практически все. А западные врачи уже научились определять по зеленым странным пятнам на теле русских детей. Причем не просто научились определять, но и категорически запрещают этот продукт использовать в медицине. Американцы считают, что здесь много канцерогенов. А вот мы спокойно лечили этим ветрянку и, в общем-то, все нормально выросли. Итак. Гэри, это вещество, которое запрещено в Америке и Европе. Как вы думаете, почему? Можно посмотреть. Что это и для чего? Для чего? Оно очень зеленое, очень. Очень зеленое? Может, это пищевой краситель, специи? Сейчас я вам покажу. Оно очень зеленое. У нас говорят, что будет ошибка открывать зеленку зубами. И для чего это? Для обработки ран. Йод. Да, это как йод, только очень зеленое. Будьте осторожны. Оно натуральное или химическое? Химическое. Да, я такого раньше не видел. Ну что ж, спасибо вам большое. Давайте посидим на дорожку. У вас есть такая традиция? Нет. Нужно немного посидеть перед дальней дорогой. Посидеть и подумать, не забыли ли вы что-то. Может быть, ключи забыли или приобуться. Ну, я сам так часто делаю. Просто сижу и думаю, все ли я сделал. Такое вроде обряда перед тем, как куда-то иду. А у нас вот такая вот традиция. На самом деле, это далеко не все традиции, которые есть только в нашей стране. Только у нас есть банный веник. На самом деле, баня существует в разных странах. Но банный веник есть только у нас. Еще только мы солим на зиму огурцы, помидоры и прочие салаты. Только мы умеем засаливать сало и селедку. И совсем не потому, что у нас это не продается в магазинах. Просто такие вот мы изобретательные и находчивые.